Привет, друзья и подписчики канала Охотника.нет. Сегодня мы в Тире Калибр и у нас три наши, скажем, основные прекрасные винтовки. Первая это винтовка Леший-2. Будем стрелять вот такими пулями. Весом 3,2 грамма. Прекрасно сидят в магазине. Это новинка от русскооружейной компании Егерь Булпап с передним взводом. Ствол Альфа 550 Примоток. Настроен на 9 выстрелов с погрешностью скорости в 5 метров. Соответственно 2,2 грамма, 2,7 грамма. Здесь у нас уже классический складной карабин на 0,6 колбик композитный Элсейв. Прицел у нас здесь стоит компактный специально для Лешего Маркул ЕВВ 3.12 на 44. Здесь бюджетный Маркул 4.16 с сеточкой мелдоты и подсветкой. А здесь стоит тоже очень хороший прицел. ЕВВ в той же серии, что и на Лешем. С сеткой Мар 0,15 с градусностью от 6 до 24 на 50, соответственно, диаметре объектива. Вот. Постреляем, посмотрим. Стреляем, соответственно, на полтинник. Сейчас мы тут все лишнее берем. На родном ресипе, удерживая семерки, получается 12 выстрелов со скоростью 2,45. То есть с 280 до нижнего редукторного давления. Мишенька приехала. Первая группа. Поскольку выстрелов у нас очень ограниченное количество, так как без колбы. Будем делать Ну, вторая сильно похуже. Откладываем Лешего в стороночку. Передний взвод новинка у компании ROG. То есть, соответственно, теперь можно не отводить глаз от прицела и производить прицельную стрибу. Посмотрим, какие здесь пули. У нас каждая винтовка настроена на свой боеприпас. Вот эта пуля 3,65 грамма. Сейчас я вычетку покажу еще раз. А карабин складной у нас настроен под пулю 4 грамма монолит. Вот 4 грамма. Соответственно, ну, сравнить мне сейчас меньше. Но пуля, соответственно, более длинная, более тяжелая. считается, что еёстики отзывала широкие использованные chicken прицелures отзываю 곳 бороться к одзыв исправить волос чтобы просто Продолжение следует... Плоховато из егеря, но у меня тут на самом деле все болтается, я ничего не придумываю, показываю вот собственно как есть. Прошлые группы пристрелочные были как бы получше. Можно попробовать перестрелять, повторить и так далее. Решили соответственно перестрелять, мне первая группа совсем не понравилась. Попробуем еще раз. Непривычно работать с передним взводом, поэтому я все время все равно отвожу от прицела глаз. Ну вот это уже настоящая группа для егеря. Пока едет мишень, покажу группу. Смотрите, передний взвод на самом деле очень удобно получился. Во-первых, усилие идет меньше, чем на заднем. Вы не делаете вот это вот движение амплитудное. И можно действительно стрелять, не отводя от оптики глаз. Единственный минус переднего взвода, это то, что ну естественно при обслуживании, при разборке винтовки, что ты не едешь, поехала, вот, все эти тяги сложились, надо гораздо обслуживать, разбирать и так далее. Здесь новая ствольная коробка, цельно фрезерованная, вот, поэтому, наверное, задний взвод постепенно будет уходить в прошлое. Хотя я не скажу, что передний, на самом деле, у наших покупателей популярнее. И вот, повторюсь, винтовка на резервуаре, то есть выстрелов здесь получается 5 пуль. Ну, группа менее 1 сантиметра. Это рабочие, соответственно, рабочие результаты для таких винтовок без какой-либо предварительной обработки стволов. Просто с качественной настройкой. Здесь 9 выстрелов, то есть постоянно нужно дозаправлять, соответственно, винтовку. Часто дозаправлять. И в этом нам помогает вот такой компрессор. Вариор Люкс Урюмини, он может обслуживать хоть 10 винтовок в тире. Вот, все очень удобно. Штуцер у всех винтовок одинаковый. То есть, что на егеря, что на лешего. И, соответственно, ускоряет возможность нашей работы. Поэтому для заправки рекомендуем его. Также он работает от автомобиля. Вот, соответственно, группа, я не показал, это леший. Вес пули 3,2 грамма. Ну и давайте сейчас с карабина постреляем. Ну, давай, поехали. Опа. Складываем. Здесь задний взвод классический. На карабине установлен, соответственно, прицел. Как я и говорил, 6,24. Но я справляю с десятки. Мне на 50 метров больше не нужно. 4 грамма пуля, более тяжелая. Количество выстрелов на композитной колбе, на такой, получилось 25 штук. Но 4-х граммовую пулю мы настраиваем на скорость несколько меньше. Она любит более, соответственно, низкие скорости. Там 262, 267. То есть, 5 метров коридорчик. Так, ну, по верхним давайте. Верхний, не занят. О, черти, куда прилетело. Все понятно. Тут давление высоковатое. Перезаправили. Ну, сейчас попробуем, как есть. Стреляем. Стреляем. ну и следующую группу сразу сходу чтоб я вам покажу разницу в работе вне плата вне тех рабочих характеристик на которые винтовка настроена 5 5 5 кто ни ни Rad и поскольку у нас давление давайте третью группу сделаем после булпапа конечно переходишь на карабин все-таки нужно немножко времени чтобы под привыкнуть плюс оптика другая то есть сами понимаете по нижней а ну как-то не очень получается с этой винтовки давайте посмотрим но над ней мы еще естественно поработаем как бы такую мы не отдаем кучность должна быть как на второй группе был папа с передним взводом никак иначе посмотрим что с настройкой что по температуре колбы на каком воздухе изначально она была настроена но сразу покажу вот относительно барабанчика первые две группы ну совсем не очень хорошие это так вообще да и это в принципе но это плохие результаты для егеря то есть чтоб вы понимали на что ориентир брать вот для егеря не результат для егеря нормальный результат на полтине к примеру в этом диапазоне ну сегодня постреляли вот сейчас будем дальше заниматься работой винтовки егерь винтовки леший 2 там прессор